Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость Елена Веселага. Я правильно говорю? Правильно. Здравствуйте. Елена, скажите прямо и просто, чем вы таким занимаетесь? Потому что я боюсь, если я скажу, что мы могут неправильно понять. Я занимаюсь методом системных расстановок. Меня можно называть расстановщик. Это существительное, которое обозначает мою профессию. И расстановки – это помогающая практика, то есть это занятие, которое помогает людям. И метод, соответственно, системных расстановок – это такой особенный метод, который помогает людям. – Вы пришли к этому через то, что вы были профессиональным психологом, образование получали психологическое, или вы как-то откуда-то из другой сферы? – Из другой сферы. Я более 20 лет проработала в банках и других финансовых институтах. Это биржи, это брокерские конторы и так далее. То есть это было на заре образования фондового рынка даже еще в Советском Союзе, а потом уже в России. – А как же вы так? – Как и многие, когда мне самой потребовалась помощь, я стала искать, где эту помощь я могу получить. Я как-то попала в книжный магазин. Я купила книжку Берта Хеллингера. Берт Хеллингер – это известный человек, это немецкий мастер, он автор как раз метода системных расстановок, основоположник этого метода. Я купила эту книжку, эта книжка называлась «Порядки любви», и мне было интересно все-таки, что ж такое любовь. Я прочла эту книжку, мне очень понравилось то, что говорит Хеллингер, мне это как-то очень сразу легло. – Но это популярная была книжка или для специалистов? – Хеллингер пишет очень по-своему, то есть это не популярные и не для специалистов, это то, как он видит мир. Можно сказать, что это такая поэзия, хотя она, может быть, не рифмуется. То есть это описание мировоззрения, описание того, как устроены люди, того, как устроена любовь. У него есть такая фраза «как удается любовь». Вот это вот описание того, как удается любовь. – Я просто какое-то видео с ним смотрел, где он там занятие вел, и я бы сказал, что чисто внешне он выглядел таким как бы скучноватым, таким дяденькой, то есть не то, что такое… – Нет, он не шоумен, нет. – И книжка такая тоже. – И книжка такая, да. То есть эта книжка представляла собой конспекты его выступлений, конспекты его речи. Я прочла, и мне это показалось очень близким, понятным и глубоким. И я начала интересоваться, собственно, кто делает такую работу у нас в России. Я нашла таких людей. Я ходила на эти работы сначала для себя, как для клиента, а потом я поняла в какой-то момент, что я готова уже стать человеком, который будет это предлагать, то есть который будет это делать. Я к тому моменту сделала уже несколько работ, да, то есть несколько расстановок. И эти работы, с одной стороны, очень меня так удивили, потрясли, а с другой стороны, я поняла, что я очень мало знаю. Я пошла учиться. Сначала я училась у немецких мастеров, которые в свою очередь учились у Хеллингера, а потом в 2008 году я поехала к самому Хеллингеру в Германию и там провела с ним четыре года. То есть это не значит, что я все четыре года жила в Германии, но я ездила почти на все его выступления, на все его мастерские. Я училась у него, попутно я получила психологическое образование, а потом я училась еще во многих местах тоже, расстановкам и смежным практикам. И, в конце концов, в 2010 году я оставила свою банковскую профессию полностью и перешла уже только в расстановщики. То есть с 2010 года я расстановщик и преподаватель расстановок – это моя единственная профессия, я больше ничего не делаю. Давайте вот такой вопрос задам. Значит, у нас канал такой, где много народу технического, хотя в целом как бы канал про Америку, про Кремниевую долину, но, может быть, поэтому там технорей много. И такой народ, естественно, научный. Каждый раз, когда мы кого-то приглашаем там с какими-то, знаете, не дай бог, эзотерикой какой, то люди возмущаются. Значит, давайте я так со своего скромного понимания, можете я чего-нибудь неправильно сформулирую, меня поправьте. Ну вот мы все люди с естественно-научным образованием, и можно психологию отнести к этому, правда, к естественно-научной дисциплине. Ну, это сложный вопрос. Ну, допустим. Если что, у меня первое образование экономико-математическое. Шикарно. Как раз в этих самых банках я закончила свою карьеру в должности замдиректора по информационным технологиям, так что я близка к обитателям силиконовой долины. Хорошо. Теперь, значит, получается такая вещь. Мы как бы все-таки привыкли, что когда мы о чем-то говорим, это вещь, которую можно, ну, эксперимент, например, поставить. И мы хотим, чтобы если уже эксперимент поставлен, что там повторяемость какая-то была. Иначе мы говорим, ну, значит, нет повторяемости, это не научное, оно неформализуемое. А тут получается, что мы ищем причину событий, которые сегодня в нашей жизни. Мы ищем в каких-то прошлых, вне нашей жизни, какие-то родовые связи. У нас где-то там бабушка, прабабушка, может быть, там вообще десять поколений было. Хотя кто-то мне говорил, что там в основном в первых трех, там, если что-то находится там не очень далеко, ну, даже в трех. То есть в жизни дедушки что-то случилось, а у меня из-за этого там, допустим, хронический насморк. Я утрирую. Значит, это как бы выходит за рамки, ну, такого кондово-прямолинейного, такого материалистического подхода. То есть люди говорят, в материальном мире этого нет. Это не материальное, это, скорее всего, какая-то лженаука там или что-то. Вот для вас, как человека из такого как бэкграунда, да, естественно-научного, это материальная вещь или это не... И что это? Это, конечно, не материальная вещь. Мы, наверное, еще вот не успели рассказать нашим слушателям о том, собственно, ну, с чего сейчас возникла тема бабушек, да, я, может, сейчас пару слов про это скажу. Давайте. Что расстановки как метод обладают такой возможностью прочесть бессознательное человека и выявить в этом бессознательном связи. То есть клиент, например, приходит и формулирует проблему, вот, например, насморк говорит у меня, или что-то даже более серьезное, или какие-то проблемы в отношениях, или какие-то проблемы с деньгами, проблемы с карьерой и так далее. Вчера, я вот буквально вчера делала расстановку о том, чтобы человек мог устроиться работать в Google. Вот прямо здесь мы сейчас его проезжали. Ну, как его взяли? Не знаю, сейчас проверим. То есть это как раз может быть очень практические вещи, то есть хочу работать в Google. Это могут быть очень глубинные вещи, то есть, например, хочу реализовать себя, или хочу проявить себя в творчестве, или хочу хороших отношений со своим мужем и так далее. То есть это могут быть как очень прагматичные вещи, так и очень такие философские вещи, да, то есть это и с тем, и с другим можно работать в равной степени. И расстановка позволяет прочесть бессознательное человека, то есть то, как неосознаваемые части его психики влияют на него, и выявить в этом бессознательном связи с другими историями, которые были чаще всего в его семье. То есть чаще всего это там действительно родители или бабушки, или даже иногда раньше, но обычно это действительно там 2-3 поколения. И тогда можно, например, увидеть, что, например, ну скажем, если дедушка был, например, раскулачен, да, во времена там советской истории, да, то, например, внук может ощущать для себя невозможность накопить, например, деньги или, например, невозможность иметь дом, потому что в бессознательной памяти его семьи хранится то, что если он, если здесь имеют дом, то этот дом будет отобран, да. И он сам может это не осознавать головой, что он действует под влиянием вот этих мотивов. А вот расстановка позволяет вот это прочесть, увидеть и перенести из области бессознательного в области осознаваемого. Но бессознательное, оно же в мозгу? Вот носителем бессознательного является мозг? Это неизвестно. То есть никакая наука сейчас не может утверждать, что бессознательное находится в мозгу. То есть есть некоторые учёные, которые относятся вот к нейронауке, да, которые считают, что бессознательное находится вне мозга. И вот вопрос, где оно находится, это вопрос, на который наука четкого ответа не имеет, это не только наша наука расстановочная, но и наука вообще. То есть, есть разные версии. А обвиняют расстановщиков и вообще это направление в лженаучности, в практической несостоятельности, в обредности? Да, да, обвиняют. Как и все новое, оно, знаете как, сначала тебя все преследуют, а потом это становится общим местом каким-то. То есть, многие знания прошли именно такой путь. Когда появляется что-то новое, то это закон вообще, что старая система смотрит на новое с ревностью. То есть, что-то, что было раньше принято, смотрит на что-то, что появляется новое с некоторым трепетом и с некоторой ревностью, потому что новое всегда подвигает старое, то есть, оно всегда ставит старое под угрозу. Из последних примеров я могу сказать, что вот эта вот нефть, которую сейчас добывают таким необычным способом, там, крекинг или газ. Вот, и когда это появилось, я помню, как, с какой издевкой и насмешкой, вот, помню, в российских изданиях писали. Ну, примерно так, да. Да, а сейчас оно там уже. А сейчас это становится общим правилом и таким мейнстримом. Да, так и есть с расстановками. Примерно такой же процесс я занимаюсь расстановками. Ну, знакома с расстановками 16 лет. Сам метод существует более 30 лет, это просто в Россию он попал 16 лет назад. И за это время, например, расстановки от чего-то совершенно магического, эзотерического превратились в практику, которая, например, вот я буквально сегодня получила сообщение, которое, например, в США уже принимается как продолжение образования психологов. То есть, психологическая ассоциация дает расстановочным тренингам вот эти вот единицы, да, продолжение образования, да. И юниты, да. И юниты, да, и юниты вот эти. Вот я буквально сегодня получила сообщение, что там еще один штат признал еще один тренинг. А знаете, что я помню? Мы когда сюда приехали 26 лет назад, хиропракторов не рассматривали как врачей. И страховка не оплачивала, там, допустим, после травм автомобильных. Вот врача оплачивает, там, какой-нибудь там мануальщика, да, а вот, скажем, хиропрактора нет. И вот у нас на глазах произошла легитимизация хиропракторов, и они теперь идут, как обычно, это medical professionals. Ну, я думаю, что с остановками такая же будет история. Ну, вот смотрите, что получается. Вот разговариваем мы с специалистами разных направлений. И вот мне ребята говорят, вот смотрят там видео и говорят, а чего тебе, говорит, плечо все время дергаешь, тут плечо, там, тетет, 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 тетет. И я, сколько себя помню, у меня чего-то как-то подергивалось. Больше того, я когда папу свою вспоминаю, да, у меня тут Светлана присутствует, вот он точно так же это делал. И, значит, я думаю, пойти вот к обычному там, ну, кто это занимается, психолог там, может быть, и он скажет, это у тебя там какой-нибудь невроз. И, может, укол какой-нибудь пропишет или там таблетку. Психологи не прописывают таблетки и уколы. Нет, ну, дай ему ксаду. Вот, психотерапевт какой-нибудь, значит. И вот такой человек. А, допустим, расстановщик скажет, давай посмотрим, может быть, у тебя там, да, в прошлом что-то было. Да. Расстановщик скажет, у нас есть такая фраза кодовая, надо расставить и посмотреть. Да. И мы поставим вас и ваше плечо. И то, что с ним происходит. И дальше, как это происходит, да, то есть мы ставим эти фигуры, мы их ставим людьми. То есть это присутствует группа, и в ней есть, например, 10 человек или 20 или 100 человек. И мы из этой группы выберем, например, двух человек, и одного поставим, например, на вашу роль, а другого поставим на роль вот вашего плеча, да, который вас там в той или иной степени беспокоит. И просто этих людей, просто в комнате мы их расположим, да, просто отведем на какие-то места. Да, вы, например, это сделаете или я могу это сделать, это без разницы. И дальше возникает очень важное явление в расстановке, что эти фигуры, они начинают вдруг чувствовать вот это бессознательное содержимое вот этой вашей истории, да. То есть на уровне сознания вы просто вот сидите в эфире, у вас дергается плечо, и вам ребята говорят, что оно у вас дергается. А на уровне бессознательного там неизвестно что, то есть мне сейчас это неизвестно. Но если бы мы это расставили, то вот эти заместители, они бы начали чувствовать. Эти люди, они называются заместители, они как бы замещают бессознательные. Они какие-то особо чувствительные люди? Нет, это обычные люди, это совершенно обычная группа собирается. То есть понятно, что если заниматься этим 10 лет, то развиваешь немножко большую чувствительность, чем если заняться этим впервые. Но в целом даже любой новый человек развивает достаточно приличную чувствительность за несколько минут, скажем так. То есть любого нового человека ты ставишь в роль, и в роли человек начинает чувствовать бессознательное содержимое вашей истории, скажем, с плечом. Вот вы мне говорите, Миша, ты замещаешь плечо, вы при этом как-то мне что-то такое перебрасываете, или вы не просто задачу ставите, а я уже сам себя чувствую плечом? Ну это не вы, то есть вы клиент, если у вас болит плечо, то вы мой клиент. Хорошо. А здесь, например, сидело бы еще 10 человек, и там было бы, например, Вася и Гриша. Я бы, например, поставила бы Васю на вашу роль, а Гришу, значит, на роль вашего плеча. И дальше я бы Гришу спросила, как ты, Гриша, себя чувствуешь? А он бы вдруг что-нибудь такое сказал. Он, например, сказал бы, например, что я чувствую, что у меня очень большое горе. Но вы не передаете на них ничего. Нет, мне нечего передавать, я ничего про вас не знаю. Ну в смысле какую-то чувствительность, восприимчивость. Нет, нет, нет. То есть моя задача создать такую обстановку в группе, чтобы вот эти вот Вася и Гриша, чтобы они могли открыто говорить о очень глубинных и тонких мотивах, чтобы они не боялись, чтобы вы были готовы это слушать, и чтобы группа над этим, ну как минимум, не смеялась. Вы создаете эту ситуацию чисто вот как, ну человек, который ведет, или вы можете обратиться там к энергии, рейджи? Нет, 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 я не обращаюсь никаким энергиям, я просто говорю, ребята, мы здесь собрались во имя очень важной работы. Вот есть Михаил, и вот у него болит плечо, и мы давайте ему сейчас поможем. Поэтому я прошу вас выключить телефоны, не ходить туда-сюда, не ковырять в носу, не смеяться, а с уважением слушать то, что сейчас будет происходить. Потому что сейчас откроется история, которая, судя по всему, два поколения. То есть есть человек рядом со мной, и есть его отец, у которого было то же самое. То же самое. Да, то есть мы сейчас за, может быть, 40 минут охватим жизнь двух человек. То есть мы так для начала, лет 70, наверное, так будем. Ну папа умер, ему было почти 90. Вот, ну да, может быть у него там не с раннего детства удергалось плечо, может быть. Да, то есть мы охватим какой-то очень большой период времени жизни человеческой. Может быть, это будет два поколения, может быть, нам уже потребуется ваш дедушка, может быть, там что-то будет еще. То есть мы будем наблюдать, и у меня есть некое видение. Я слежу за мелкими движениями людей. И, например, если кто-то смотрит так чуть-чуть вниз, то, возможно, там есть кто-то еще, я буду ставить туда кого-то еще. Вниз. Да, вниз, да. На пол. Положу, посажу кого-то, да. А если кто-то делает рукой так, да, вот, не знаю, видно там, кто-то делает рукой так, как будто кто-то еще есть, то, может быть, я поставлю кого-то, кого он держит за руку, например. Да, если кто-то смотрит туда, то, может быть, там тоже что-то есть. То есть я буду следить за телом заместителей, за их очень мелкими движениями и очень мелкими ощущениями, которые, может быть, так, ну, в обычном общении мы на это не обращаем внимания. Я буду за этим следить и буду добавлять еще фигуры, так, чтобы проявить какую-то историю. И обычно в какой-то момент клиент вдруг говорит, о, вот это я знаю. Я-то в записи видел несколько расстановок. Вот, да, Бородянскую мы видели, как она делает там какой-то. И я когда вижу, как расстановщик говорит, а давай сейчас мы сюда поставим, я теперь понял. То есть они смотрят на людей. Они не просто настолько тонко понимают процесс, что говорят, тут надо бы что-то поставить, они просто следят за людьми. Мы следим за людьми, мы тонко понимаем процесс, в большинстве случаев, а кроме того, в этом процессе есть логика. Логика, она на самом деле совершенно простая. То есть если кто-нибудь стоит вот такой с кулаками, то это значит, что он злится, ну это очевидно. Нельзя злиться в никуда, значит он злится на кого-то. Если человек стоит в позе, выражающей какое-то сильное чувство, то значит есть как бы протагонист, то есть есть тот в отношении кого это чувство. Но мы не знаем, кто это. Мы не знаем, кто это. Но если кто-то злится, то он злится на кого-то. Ну или по крайней мере на что-то, но что-то это обычно стихийное бедствие, то есть это по большому счёту это бог. То есть если кто-то стоит злится, что вот, ну я не знаю, что рвануло там что-то где-то, да. Это очень редкий случай. Большинство случаев это кто-то злится на кого-то, кто-то любит кого-то, кто-то отвернулся от кого-то, кто-то ревнует кому-то, кого-то, кто-то заботится о ком-то. То есть большинство человеческих чувств – это чувство среди двоих. То есть обязательно есть кто-то ещё. Поэтому в большинстве расстановок, как только чувство проявилось, нужно ставить вторую фигуру. И в отношении этой второй фигуры возникает вот это вот парное взаимодействие. То есть он на него злится, а тот на него тоже злится, или тот его любит, или что-то ещё. Ну вот вы расставили. Возникает сюжет? Вы расставили такую картинку, там стоят люди, у них разные функции. И вы поняли, что проблема в том, что вот его бабушка делала аборт и от всех скрыла. Нет, это я не могу понять. Я ничего не знаю про вашу бабушку, и я не истновидящая. Я могу увидеть чувства, и я могу увидеть, что есть, например, фигура, которая лежит, и поза, в которой она лежит, она как-то подозрительно похожа на ребёнка. Знаете, как дети маленькие лежат? Да, они лежат в очень особенной позе. И дальше есть какая-то женщина, которая плачет над этим человеком, который похож на ребёнка. И то, как она плачет, в её слезах есть ощущение окончательности, то есть ощущение безвозвратной потери. Тогда я могу сказать, да, я могу сказать, Михаил, смотрите, вот женщина, она плачет над фигурой, похожей на ребёнка, и есть ощущение безвозвратности потери. И всё вместе создаёт у меня ощущение, что здесь ребёнок умер, например. И я тогда могу сплотить, не было ли у тебя в роду кого-то, кто потерял ребёнка. И если вы мне скажете, да, такой человек был, и это моя прабабушка, то тогда у меня будет предположение, что это действительно она. А если вы скажете, нет, я никого не знаю, то тогда у меня нет на самом деле никаких предположений, потому что, возможно, вам прабабушка это не рассказала, возможно, мы вообще в этой жизни не встречались с ней. Бывает так, что бабушки и прабабушки умирают ещё до нашего рождения. Ну, допустим, я говорю, слушай, действительно, вот у моей прабабушки было такое... Дальше. С точки зрения извлечения полезного эффекта для меня, у которого сегодня болит плечо. Да. Значит, ну хорошо, мы установили нечто, какие-то связи, которые уходят в прошлое. Да. Сегодня-то мы с ними что будем делать? Мы будем вас сегодня пытаться с этими связями разотождествить. То есть мы будем пытаться вашу историю разомкнуть с той историей. Потому что это история связи не на уровне логики. Логики тут обычно мало. Это история связи на уровне чувств. То есть следующий вопрос, который я бы вам задала, вот если эту модель рассматривать, я бы задала вам такой вопрос. Я бы сказала бы, а Михаил, а вы что безвозвратно потеряли? Почему ваши слёзы похожи на её слёзы? Почему она к нам пришла? Потому что никакая прабабушка просто так не приходит. Это резонанс. То есть то, как она плакала, так и сейчас плачут. Просто она тогда не успела доплакать, а сейчас эти слёзы ещё более скрыты. То есть вот они, пройдя через пару поколений, эти слёзы ещё более скрыты. И часто бывает так, что, например, мужчине трудно плакать. Или у него нет времени, потому что он делает карьеру, ему вообще не до слёз. Я вообще не могу плакать. Например. И тогда я буду спрашивать, о чём ваши настоящие слёзы? Это тот вопрос, который я буду задавать. То есть я не буду просто так, знаете, рубить отношения с бабушкой. Я буду… Моя задача – донести до вас, что есть некий бессознательный процесс, который очень похож на то, что здесь проявился. И этот процесс у вас. И там могут быть другие события. Понятно, что вы лично аборт сделать не можете. Там могут быть абсолютно другие события, но там будет тот же вкус, то же качество. И вот когда мы с вами установим такую резонансную связь вашего качества и того качества, вот тогда мы будем предпринимать некоторые действия. Это то, чему расстановщики учатся. То, что мы можем делать. На то, чтобы разомкнуть вот этот резонанс. И чтобы ваши слёзы остались вашими, а слёзы вашей бабушки остались только в памяти, в прошлом, в воспоминаниях или просто как такой вот однократный опыт. И вот когда это размыкание происходит, то тогда человек остаётся только со своей историей. И эта история, по крайней мере, однократная, а не двойная. А бывают истории тройные. То есть бывает, когда бабушка, прабабушка, ещё другая женщина, сестра бабушки, ваша сестра, мама и так далее. Бывает так, что чек-5 несут одну и ту же историю. Они все находятся в таком множественном резонансе. И то, что делается в расстановках, это размыкаются вот эти вот множественные резонансы или однократные резонансы. Слава богу, что они однократные. Вот я с одним человеком, который как бы не совсем в этой области, но так касался. Ну, дело было в скайпе, поэтому он не мог так уж прямо поучаствовать. Но у меня диабет второго типа. И я говорю, ну вот как к этому, есть какие-то связи? Он говорит, ну давай попробуем сделать то, что можно сделать в скайпе. И он там, я на полугу бумажечки раскладывал, смотрел на одну, на другую и так далее. И пришло к тому, что вот были какие-то, значит, там, я уже не помню чего, по линии бабушки, там у неё в роду и так далее. У бабушки тоже был диабет. И вот мне такую фразу сказали, что мы не можем, размыкая эти связи, мы не можем, допустим, избавить тебя от диабета, но можем избавить от этих связей там последующее поколение, тогда вот у твоих там этих уже не будет. Это вот как бы обычный такой разговор. Что вот мы сегодня отомкнули, и оно дальше не пойдёт. И да, и нет. Значит, в отношении чего я бы сказала сейчас «да». Значит, если какая-то резонансная связь выявлена, и в расстановке она разомкнута, то она размыкается навсегда. То есть она потом не возвращается. В последующих поколениях. Она, подождите, значит, она потом не возвращается. То есть связь размыкается. То есть если мы сделали расстановку для вас, выявили вашу связь с бабушкой, если мы с Божьей помощью разомкнули вашу связь с вашей бабушкой, то такую же связь больше никто не будет нести. Если у вас есть дети, внуки и так далее, да, такую же связь они нести не будут. Возможно, они будут нести свою связь с вами, с другой бабушкой, с другими прабабушками. Это неизвестно. То есть родители не могут избавить своих детей полностью от всех связей с родом. Это невозможно, потому что часть связей устанавливается как бы через голову родителей. То есть вы не являетесь носителем этой связи. Это как болезни, бывает, передается через поколение. То есть тоже, скажем, мужчины болеют этой болезнью, а женщины не болеют. И если в каком-то поколении одни девочки родились, то там просто никто не болеет. Точно так же вот эти резонансные связи. То есть бывает так, что, скажем, моя дочь, например, связана с моей матерью, а я не являюсь носителем этой связи, поэтому я вот сколько угодно могу расстановок сделать, но я никак не могу эту связь поменять, потому что я ей не владею. Расстановку можно делать только тому, кто содержит эту связь, то есть кто её сам несёт, тогда это можно разомкнуть. То есть это вот второй комментарий. А третий комментарий такой, что когда приходят родители, конечно, они часто приходят и говорят, вы знаете, у меня куча проблем, я хочу, чтобы эти проблемы не передавались детям. Это очень понятная постановка вопроса со стороны родителей, но, к сожалению, эта постановка вопроса малоперспективна в отношении расстановок, потому что когда родители, отец или мать смотрят только вперёд, то есть как будто бы они жертвуют собой ради детей, то есть как будто они говорят, мне уже всё равно, а пожалуйста, сделайте что-то, чтобы это не передалось детям. То есть как будто бы родители отказываются от своей жизни, от того, чтобы смотреть в себя и на себя, и на то, то, что с ними происходит, и говорят, сделайте всё для них, а мне уже ничего не надо. Вот такая постановка вопроса, она достаточно ущербна, то есть она малоперспективна, технически с ней работать трудно. И тогда я говорю обычно таким родителям, я им говорю, что, дорогой человек, родитель, пожалуйста, что тебе нужно для себя? Потому что для того, чтобы делать расстановку, нужна начальная энергия, в отношении которой этот резонанс можно поймать. Если он в себя не смотрит, то мне эта энергия недоступна. То есть он просто сидит как некое тело, но он никак не резонирует и ничего не чувствует, и я не знаю, что искать. То есть для меня важно, чтобы рядом был человек, который чувствует, у которого есть вот эта вот резонансная способность, то есть с которым что-то происходит, который вибрирует. Ему то плохо, то хорошо, то грустно, то радостно, то ещё как-то. То есть который живёт, и вокруг него есть какой-то вот звон такой. Я тогда этот звон могу улавливать и могу помогать найти резонанс с чем-то ещё. А если он никак не звенит, то есть ему ничего не надо, то мне ни с чем искать. То есть как будто этот компас никуда не показывает. Поэтому вот с одной стороны всё, что вы сказали из какой-то расстановки, которую вам делали, это всё с одной стороны верно, а с другой стороны мне не хотелось бы, чтобы сейчас в эфире осталась такая информация о том, что это всегда так. Это не всегда так. Нужно смотреть на состояние родителя, на состояние клиента, который пришёл. Чем больше в клиенте собственных чувств, тем удачнее будет расстановка. А вот давайте я такой вопрос задам. Из практики вашей, из практики других людей, из практики там зарубежной, я не знаю. Ну вот, допустим, пяток, может быть, если есть десяток, но пусть будет пяток типичных ситуаций, где расстановки хорошо работают. Вот от чего люди, ну какие, что было разрешено как бы вот этим вот, от чего избавились? Не экзотика? Нет, не экзотика, нет. Ну, наверное, самая такая типичная ситуация, самая частая ситуация, с которой приходят, особенно женщины, это ситуация «хочу создать семью», «хочу быть замужем», «хочу родить детей». То есть всё, что связано с продолжением рода, как в узком физическом, так и в широком смысле слова, и расстановки очень хорошо здесь работают. То есть показывают, где блокировка и помогают избавиться? Они просто помогают пойти дальше, да, то есть расстановки, они про продолжение рода, продолжение семьи, про то, чтобы семья шла дальше, да, чтобы рождались ещё... То есть вообще полстраны должны в участии стоять. Новые люди, ну да, да, пожалуйста, занимайте это. А вот, я извиняюсь, пьянство, как с этим? С пьянством сложнее, то есть пьянство это, ну, чаще всё-таки мужская история, чем женская, хотя женская тоже бывает, это разрушение мужского, в общем, чаще всего. У меня есть опыт работы с пьянством, есть даже очень хорошие результаты, но это очень глубинный процесс, то есть это такое очень глубокое стремление к саморазрушению, глубокое стремление к смерти, по большому счёту. То есть человек пьёт, постепенно разрушая себя, сначала разрушая свои эмоции, а потом уже там недалеко до разрушения тела, да, там болезни всякие. Вот, и вот глядеть в эту бездну можно, но я бы не стала обещать, что за одну расстановку мы эту бездну всю распакуем, потому что в ней обычно много резонансов. То есть чаще всего, если это мужская расстановка, то есть если это мужчина пришёл, то чаще всего это его отец, который не чувствовал себя уважаемым, который не чувствовал себя состоявшимся, его дед, который, может быть, был убит на войне, его прадед, который, может быть, был раскулачен и лишён состояния, да, его прапрадед, который, может быть, был крестьянином и еле сводил концы с концами, например, да, то есть такая очень типичная вот картина, да, когда несколько поколений мужчин в одной семье, они не чувствовали себя стойкими, да, то есть они не чувствовали себя уважаемыми. Ну вот Некрасов там 150 лет назад, он пишет, что у нас на каждую не пьющую, не пьющая семья. Так если половина пьющих, это что же у них у всех, там кто-то погиб? Да, потому что история общая, конечно же. Нет почти ни одной семьи, которая не была бы затронута войной, и нет ни одной семьи, которая не была бы затронута революцией, так или иначе. Это наша общая история. Вообще тема пьянства, она очень такая тема про стойкость и ценности. То есть если мужчина видит свои ценности, видит, куда ему идти, если он смотрит сам на себя с уважением, а если у него и жена, то жена на него смотрит с уважением, он стоит во всех смыслах этого слова, то есть он стойкий, то ему пить не надо, потому что он знает, куда идти, и он должен быть трезвым и сильным. Если вот эта вот стойкость и принципы расшатаны чем угодно, так сказать, историей страны, отношением, например, матери, отношением, например, в армии, отношением, например, в школе, если его травили, например, да, то есть если человек долго травить, то он будет сгибаться и ломаться, да, например. То есть это могут быть самые разные истории. То постепенно вот сгибаясь и ломаясь, он ищет забвение в водке, и водка, она, собственно, в чём хороша водка, да, то есть она помогает человеку временно расслабиться, и через него проходит тогда поток чувств. И знаете, как в анекдотах, да, чего начинает пьяный в первую очередь говорить, он говорит, ты меня уважаешь, да, и он, наконец, может этого просить. А пока он трезвый, он этого просить не может, потому что слишком больно услышать ответа, нет. Значит, продолжение рода, пьянство. Я не стала бы называть пьянство как приоритет. Хорошо, продолжение рода. Не могу сказать, что ко мне алкоголики стоят в очереди, да, то есть их чаще там жёны уговаривают, это не так часто бывает. То есть это не что-то что-то. Продолжение рода. Да, продолжение рода. Наверное, следующее – это дело и деньги, я бы так это назвала. Бизнес, как бы, заработка. Да, дело и деньги. Это мужчины уже. И мужчины, и женщины. То есть люди хотят себе профессию, которая будет их удовлетворять, как отвечать их талантам, так и давать им деньги. То есть они хотят реализовать себя. Так, а им что-то мешает? А им что-то мешает. И здесь тоже надо очень чётко отделять. То есть есть какие-то вещи, которые мы не можем исправить. То есть мы не можем исправить, я не знаю, курс доллара, не можем исправить экономику. То есть это остаётся объективным. Но в то же время даже в самой тяжёлой кризисной ситуации есть какие-то ниши, где можно найти себе какую-то область применения и, в общем, такую же бедную. То есть это не исправление от проблем, типа вот не идут деньги и всё. Это между другим. И это тоже. То есть если человек сидит на какой-то работе, где ему мучительно скучно, тяжело и мало платят, и хочет чего-то другого, то можно с ним работать. Понятно, почему он сидит в таком унылом состоянии. Можно с ним работать, можно помогать ему обнаруживать в себе, как сказать, кураж такой, да, кураж, мужество и любопытство к тому, чтобы искать что-то другое. Основное, что мешает, это человек сидит и думает, что ничего другого нет. А расстановка помогает ему немножко как бы раздвинуть какие-то шоры и выглянуть и увидеть, что вообще мир широк. Калифорния в мире есть. Немножко отвлекаясь от второго пункта, бизнес и деньги, иждивенчество как образ мысли, жизни, ощущение себя, что тебе все должны и так далее. Это тоже вот оттуда? Да, это наша тема тоже. То есть ощущение, что тебе все должны, это попытка компенсировать то, что ты был презираем долго. И чаще всего это история детства. То есть если тебя долго все отвергают, то некоторые с этим соглашаются, а некоторые не соглашаются. Некоторые вырастают и считают, что все вокруг должны компенсировать то, что кто-то когда-то не додал. То есть это не то, что вот вся страна такая, вот раскулачили тех, посадили этих, расстреляли, а дальше тебе все должны. Вот мы советские люди, нам... Не вся страна такая, все по-разному справляются с историей в том числе. Хорошо, значит, второе – бизнес-деньги. Да, второе – бизнес-деньги. Наверное, третий – это, наверное, болезни. Физические заболевания. Физические, психические. То есть это болезни, болезни, которые имеют какую-то странную историю, вот история болезни. Аутизм подпадает? Да. То есть история болезни странная. То есть, например, врачи долго не могут поставить диагноз, при том, что человек обращается к лучшему из имеющимся в доступе врачей, например. Или, например, болезнь ведет себя странно, не так, как врачи ожидают. Вы меня немножко удивили. Это часто бывает, что не могут поставить диагноз? Конечно, это часто бывает, что не могут поставить диагноз. Это отчасти связано с состоянием медицины, если говорить о России, например. Но отчасти это связано с тем, что то, что происходит с телом человека, как бы просто не описано в никаком справочнике. То есть просто врач не может это охватить, потому что и там что-то не так, и тут что-то не так, и то там болит, то там. То есть, это не то, что редкая аномалия, это часто бывает. Это часто бывает, да. И, например, Ваши предлагают какое-то лечение, а это лечение не помогает, или оно является настолько токсичным, что оно больше разрушает, чем помогает. То есть, так называемая традиционная медицина, а иногда и нетрадиционная медицина, не могут привести человека в какое-то для него благополучное состояние. Расстановки не являются заменой медицинской помощи абсолютно, да, это вот тоже… Существенно. Это существенно, да. Но расстановка может вывести психическое содержание из вот этой истории болезни, потому что человек болеет, это не просто кусок мяса болеет, да, а человек болеет и чувствует по этому поводу, да. То есть, если человек, например, не знаю, у него там какая-нибудь болезнь мочевого пузыря, ему надо 8 раз за ночь в туалет ходить пописать, да, то он по этому поводу чувствует, да, например, злость, раздражение, отчаяние, еще что-то. А вообще, вот я слышал такую фразу, что практически все, за редким исключением заболевания, они как бы психического, как бы, происхождения. Ну, я такое обобщение не стала бы делать, то есть, есть, в конце концов, токсичная внешняя среда, то есть, понятно, что если человек дышит ядом, да, то понятно, что у него будут там болеть легкие, а потом будет болеть все, да, то есть, это не могу сказать, что это все является психическим, да, есть аварии, например, есть травмы тяжелые. Ну, нет, 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 есть в виду вот там диабет, давление, сердечно-сосудистые. Да, есть такое понимание, есть, но и образ жизни тоже имеет значение, там, и движение, диета и так далее, все это имеет значение, вот, но мы имеем дело вот с психическим содержанием болезни и по поводу болезней, да, то есть, вот, как говорится, что рассказывает вот эта симптоматика, да, то есть, о чем она хочет сказать, и мы можем поставить там, скажем, клиента, пациента, да, и там фигуру симптоматики, да, то есть, например, там, я не знаю, у него болит спина, скажем, плюс у него там болит печень, да, и плюс у него там, не знаю, проблемы с давлением, ну, например, да, и мы можем поставить его, и, например, три фигуры, и мы можем посмотреть, как эти фигуры, во-первых, взаимодействуют между собой, а они взаимодействуют, потому что они в одном теле. Даже если это три разных врача, которые между собой никогда не поговорят, да, это тоже такой недостаток медицины современной, да, что каждую часть тела лечит один врач, Да, и вместе они никогда не встречаются. Ну, в общем-то, в смысле, мы можем поставить вот этот набор симптоматики, посмотреть, как они между собой разговаривают, и можем посмотреть, какие чувства вокруг этого возникают, в том числе неосознанное чувство, и какое сообщение эта болезнь несёт. И в некоторых случаях эта болезнь может снова нас отнести к бабушкам, а в некоторых случаях эта болезнь нас, и это чаще бывает, эта болезнь нас отнесёт к его собственной истории. То есть расстановки показывают не только связь с прабабушками, а они показывают также с собственными прошлыми историями. Ну, например, я сейчас вспомнила из какой-то расстановки, вот этот пример, что человек, пиздать вставал 8 раз за ночь, я, например, вспомнила, что я однажды делала расстановку про вот эту симптоматику, неважно, как назывался этот диагноз. И мы там увидели историю, как, когда этот человек был мальчиком маленьким, и когда он был в детском садике, то воспитательница, чтобы наказать его, она его, значит, раздевала, трусы с него снимала, на табуреточку ставила, и всем детям говорила, смотрите. А он на страх описывался, и все дети смеялись. И вот эта вот травма, она в нём жива. Он вырос, он стал нормальным мужиком, бизнесменом, у него вроде как всё в порядке, а потом где-то там годам в 50 его накрыло вот эту. То есть вот оно, там, 45 лет в нём жила, да, вот эта вот боль. И когда тело немножко ослабло, естественным образом, с возрастом, да, тело стало рассказывать. Но оно рассказывает не о том, что у него воспаление, да, оно рассказывает о том, что ему было плохо и больно, его унижали и оскорбляли, когда ему было там 4 или 5 годиков. То есть вот, например, такая история. И тогда мы тоже размыкаем связь его сегодняшнего тела, да, с его мальчишеским телом, да, то есть с его телом как мальчика. И мы помогаем ему, ну, я это так называю, так метафорически, забрать его обратно. То есть он как будто бы, он внутри него всё ещё там стоит на табуретке и плачет, да, и его нужно тогда добыть, вот как бы из присознательного. И нужно его забрать обратно, и нужно его обнять, и укачать, и сказать, что я пришёл к тебе, я тебя заберу, и больше тебя никто никогда не поставит на этот табурет. Слушайте, вот я хочу уточнить. Всё-таки вот мы жили в обществе, но вот мне 60 лет. Я могу сказать, что вот помнится в пионерских лагерях, я каждый год был, и там было обычное дело, вот могли там девочки себя плохо ведёт, её приводили в палату к мальчикам, но её не раздевали там совсем до гола, но она там вот должна была, ей должно было быть стыдно. Да, да. Это было обычное дело. Да. И я что думаю, это что тогда, у нас чувствительность была притупленная, или сейчас люди это острее чувствуют, или мы все были вообще травмированы на всю голову. Мы все были травмированы на всю голову, и тело, и душу. Это очень часто. Потому что сейчас так, не дай бог, сейчас ребёнок, боже, это… Сейчас это, слава богу, сейчас это по-другому, там в Америке это особенно по-другому, наверное. И порка, да, пароли. И порка, да. Но в то же время, вот работая здесь в Америке, я встретила неожиданно для себя, то есть я не так много здесь работаю, но работая здесь, я неожиданно для себя встретила огромное количество историй домашнего насилия. Это работа с американцами, это не с русскими работа. Вот я встретила огромное количество историй домашнего насилия, И я даже, по крайней мере, сейчас похожа, что даже больше, чем в России. Но не в 70-е, там где-нибудь в 50-е, 40-е. Всякие, 70-е, 80-е. Это же молодые женщины, это молодые мужчины, то есть да, много насилия. То есть это те, кому сейчас 35-40, их били, били сильно, пренебрегали ими сильно. То есть такое тоже есть. А если брать советскую историю, то есть те, кому сейчас 45-50-60, то это прям такой, знаете, есть такой набор, так сказать, набор советского ребёнка. Это унижение в детском садике, это киваете, да, вот это унижение в школе, это гинекологическое унижение для девочек, это вырывание глант без наркоза для всех. А вы помните эти порношения? Вырывание зубов без наркоза для всех, да, это история, которую я знаю вот. Вы знаете, я когда приехал в США, мне уже было лет ну 34-35. И когда я попадал, лет 10 это продолжалось, я садился в кресло к дантисту, я становился мокрый. Да, это вот оно. От того, что в детстве эти бормашины, если вы помните, о чём речь идёт. Помнят, да. Лет 10 я знал, что не будет больно. Я знал, что всё будет... В эфире будем сейчас плакать на груди друг у друга, да, я помню. Не, не, но я... Вы разбудили. Да, я помню. Значит, хорошо, давайте мы возвращаем. Значит так, продолжение рода, бизнес, деньги, болезни. Болезни. Как сказать следующее? Устройство отношений с родителями. Не с детьми, именно с родителями. А с родителями. Как интересно. То есть уже относительно взрослые люди, то есть за 30, да, а то и за 40, а то и за 50, не могут достичь контакта с мамами. Ну, прежде всего, с мамами, хотя и с папами тоже. И я эту тему сейчас вот назвала четвёртой, хотя на самом деле она первая, потому что мама – это первый человек, с которым мы устанавливаем отношения, да, и там папа рядом, если он есть. Но я её сейчас почему называла четвёртой, потому что вот так прямо её решается назвать не каждой. То есть люди предпочитают называть проблемы с деньгами или проблемы с созданием собственной семьи, нежели чем сказать «мне до сих пор больно, что моя мама не любит меня». Это возраст, когда родители стареют и начинают уходить, и дети, взрослые начинают понимать, что родителям осталось мало времени, и что тот разрыв, который между ними существует, его нужно или лечить сейчас, или просто мы не успеем его вылечить. И поэтому люди, которым вот за 40, за 30, они приходят, чтобы какое-то вот последнее, возможно, усилие предпринять и уже там с больными родителями уже что-то там попытаться… – Это какой-то формальный разрыв или это просто ощущение, что нет связи? – Это ощущение, что нет связи. То есть когда родители стареют, они начинают просить у детей помощи, как минимум, и становятся такие социальные какие-то границы, они становятся тонкими и рвутся, и мама и папа предстают просто как старики, то есть это просто душа. То есть это душа, мама уже не работает, папа уже не работает, например, и уже нет вот этих вот каких-то покровов, которые могут скрывать. То есть если, например, папа работает, но папа просто занят, и поэтому он со мной не разговаривает. А когда папа не работает и со мной по-прежнему не разговаривает, то это уже некуда списать. Это становится видно, и люди начинают приходить на расстановки, в частности, и к психологам и так далее, в попытке как-то вот всё-таки достучаться до своих родителей, и ту связь, которая на самом деле болит, может быть, лет 30 уже с детства, они пытаются эту связь как-то возобновить. Но удаётся более-менее? В некоторых случаях. В некоторых случаях. И тут очень важно сказать, что восстановление этой связи начинается со стороны ребёнка, то есть это ребёнок пришёл. То есть мы делаем расстановку не для того, чтобы мама исправилась, а мы делаем расстановку для того, чтобы дети могли посмотреть на своих родителей не с позиции недостачи, то есть ты мне не дал, папа, ты мне не дал то, что я хотела, мама, ты обо мне не так заботилась, как я хотела. А чтобы дети могли посмотреть на родителей как на просто людей, которые со своими болями и тяжестями, со своими возможностями и отсутствием этих возможностей, и могли бы посмотреть на них в хорошем смысле слова снизу и вверх, то есть мама, ты меня родила, вот я здесь перед тобой, и я больше у тебя ничего не прошу, мне уже всего, в общем, хватает, я просто хочу восстановить с тобой связь. А вот вопрос, например, быть любимым, самому любить, вот это как бы очень важная в жизни человека вещь. Я читал статью одну, которую написал мужик, он занимается с точки зрения психолога облегчением состояния людей, которые диагностированы умереть в течение шести месяцев. И он говорит, что независимо ни от чего абсолютно, есть три вещи, которые волнуют всех. был ли я в жизни своей любимым, любил ли я сам, и что после меня останется. Да, это так. И вот просто вы меня выбили на это, говоря о том, что вот любовь, вот родители, и что-то вдруг видно, что мама меня не любит, и это же травма вообще чудовищная, получается, если тебя с детства не любят, и ты это, может быть, не понимаешь, но ты это, да, на том уровне, на котором мы сейчас говорим, ты это же хорошо чувствуешь. Это вообще как-то, я не знаю, как жить с этим. Ну как же, ну трудно жить, трудно жить, но то, что расстановки помогают, вот что они могут, да, расстановки помогают разделить нелюбовь, любовь-нелюбовь, да, то есть вот в терминах любви и нелюбви, и хватило-не хватило, то есть то, что мне от мамы не хватило, это не значит, что она меня не любит. Это в моем субъективном восприятии. Она любила больше брата? Она любила больше брата, потому что она всегда отдавала ему самый жирный кусок торта. Это может быть так. Но это не значит, что она меня не любила. Это значит, что я ревновала, это значит, ну и так далее. То есть это был мой детский процесс. То есть вот то, что мне не хватило и то, что меня не любили, это чаще всего, в большинстве случаев, это разные вообще состояния. И расстановка в частности помогает разделить вот это. То есть расстановка помогает вернуть человеку состояние такой стойкости перед нехваткой. Ну то есть нам всем не хватило, детям всегда мало. То есть ни один ребенок не насыщен родителями. Всегда можно вспомнить что-нибудь, когда соседу купили велосипед на Новый год, а мне не купили. И вот это детское горе, оно заливает и смещает разум, заливает разум в том числе. И нам кажется, что папа меня не любит, потому что папа купил ему велосипед, а мне папа не купил велосипед. И это полный кошмар. И душа хранит это как кошмар. Но на самом деле взрослый человек, можно это посмотреть, ну как-то уже более стабильно. А вот отношения, допустим, вот вы говорите там родители-дети, ну в смысле дети-родители. Скажем, муж-жена. Да, да. Тоже как бы в этой группе. Да, да, это в этой группе отношения между мужем и женой. Отношения между бывшим мужем и женой. Новый брак по сравнению с предыдущим браком. Дети от предыдущего брака и новые партнеры. То есть вот все, сейчас люди живут долго и, как правило, меняют партнеров несколько раз за жизнь. И вот сложные отношения с несколькими партнерами, треугольники, измены, дети и так далее. Отсутствие детей. То есть, конечно, это тоже... Отсутствие детей – массовая проблема? Массовая. Она растет даже за время моей практики. То есть я когда начала практиковать людей, которые хотели бы иметь детей и приходят с этим на расстановку, было, наверное, процентов 7-8, а сейчас это 12-15. То есть количество бесплодных семей растет. Это просто как бы результат каких-то современных, не знаю, противозачаточных, или они затягивают первые роды, они в том возрасте рожают? Ну, то есть я понимаю, что у вас с другой стороны... У меня глобальной статистики нет. Я не знаю, как это будет, если взять всех на свете. Но если брать тех, кто ко мне приходит, то довольно часто это такое пренебрежение к собственному телу в молодости, в юности. Много эмоциональных ран и ударов тоже в молодости, в юности, которые отражаются на теле, особенно на женском теле. То есть женское тело, оно очень чуткое. Если женщине плохо, то начинает ломаться репродуктивная сфера. То есть она не может выносить. Выносить – это вообще долгое и такое серьёзное занятие целого человека. То есть не столько зачатия, сколько вынести. Да. То есть выносить внутри себя целого человека – это, в общем, такое серьёзное, затратное для тела занятие. То есть нужно, чтобы тело было здорово. А израненное, в том числе эмоциональное тело, оно сохраняет, в общем, жизненно важные органы, но не очень-то сохраняет репродуктивные органы. А вот такие вещи, как говорят, что, например, молодые ребята, профессионалс, они оттягивают, оттягивают, оттягивают. И вот тем, что они как бы отказывались иметь детей, вот этот отказ, он впоследствии, когда они говорят, ну а теперь вот сейчас будем, а вот и они уперлись в этот отказ. Ну а теперь, да. А теперь, когда уже 40, то есть это просто объективно уже тело не то. Нет, ну не тело, а вот именно энергетическое как бы это составляющее. Энергетическое тоже, потому что люди привыкают жить как бы для себя. И они реализуются в своей профессии, они реализуются в своём творчестве. Ну на самом деле реализация – это очень такая соблазнительная штука. То есть человек, раскрывший себя, скажем, с друзьями, с коллегами в творчестве, в карьере, ну творчество даже, по-моему, более соблазнительно, чем карьера как таковая, ну то есть будучи признанным среди своих значимых людей, назовём это так, да, то есть в сообществе своём каком-то, да, человек иногда, ему иногда кажется, что если сейчас вот всё это как бы свернуть и развернуться в сторону детей, то это будет какая-то потеря. Вот, то есть у человека может не быть представления о том, что вообще иметь детей – это тоже такое очень насыщенное творчеством занятие, да. Ну если просто нет такого опыта, то нет такого представления, да, то есть если сам, например, человек, когда он был в детстве, его детство было трудным, да, то у него нет идеи о том, что родительство может быть насыщенным, творческим, красивым и вообще ничуть не хуже, чем сделать карьеру в Гугле, да. То есть это могут быть равноинтересные. С моей точки зрения карьера в Гугле вообще ничего не стоит. Ну вот, видите. Ну хорошо, значит, давайте вот что сделаем. Ребята, я смотрю, у меня там часики стоят, и я смотрю, что мы и так… А, заканчивать, да. Да, немножко так залезли в чужое время. Давайте, знаете что? Вот я хочу, чтобы такой полезный был расклад в том, что мы делаем. Вот если человек заинтересовался расстановками и хочет почитать, например, что-то, что бы ему почитать? Отличный вопрос. У вас есть книжка? У меня есть книжка, я её написала в 2009 году. Она сейчас закончилась тиражом, и я её больше не переиздаю, потому что она устарела. То есть мой взгляд на расстановки меняется, ну, как минимум каждые полгода, а если так внимательно следить, то вообще каждый день. То есть я приехала сюда, и здесь я увидела что-то новое, например, сейчас, да, и мой взгляд на расстановки поменялся, я теперь гораздо больше знаю о том, как американские пространства семьи, назовём это так. Ваша база где основная? Я родилась, живу и в основном работаю в Москве. Также у меня есть институт в Берлине, и моя европейская база – это Берлин, а моя американская база – это Калифорния. И поэтому вот три такие точки в мире, где я работаю. Я здесь как минимум раз в год на американской конференции расстановочной. И также вокруг этой конференции я организую ещё несколько своих выступлений в разных местах. Значит, как… Давайте так, я буду гадать. Значит, я думаю, что у вас наверняка должен быть веб-сайт, а на веб-сайте будет написано, где вы находитесь, и как, например, записаться на семинар. Да, совершенно верно. То есть у меня есть веб-сайт, и он очень просто называется www.constellations.ru. «constellations» – это английское слово для обозначения расстановок. То же самое слово, что и «созвездие», потому что тоже вот фигуры и связи… То есть у вас серьёзный домейн, домейн-нейм записи. У меня серьёзная домейн, да, я его давно заняла. Но там есть несколько статей моих, ну, много статей, штук 20. И там также есть мои переводы, там Берта Хеллингера и других авторов. Для начала неплохо? Для начала неплохо, но лучше всего меня читать на Фейсбуке. У меня есть группа на Фейсбуке, называется «Центр современных системных расстановок». Как закрутил этот «Центр современных системных расстановок». Да, так называется. А народу много там у вас? Много народу, там под 6 тысяч человек на сегодня, то есть на 2016 год. Активность там есть? Активность огромная. Я пишу туда почти каждый день. То есть как блог такой? Да, ну, если я пропустила день, это значит, я очень устала делая расстановку. Вы им ссылочку-то дайте на видео. Ссылочку, да. Ну, собственно, там www.facebook.com.com.com.com.ru, то есть точно так же оно выглядит. Либо просто в поиске Фейсбука вы набираете «Центр современных системных расстановок». Я на самом деле что сделаю, у нас в описании к видео, там есть много места. Я туда поставлю и веб-сайт, и группу на Фейсбуке. Хорошо. Пожалуйста, я всех приглашаю в группу на Фейсбуке. Пожалуйста, читайте. Я пишу там интересные вещи, там очень много. Еще вопрос такой. Вот живет человек, я не знаю, в Хабаровске, там Новосибирске, Шадринске, там допустим. И до Москвы ему далеко. А вот, допустим, в Шадринске, ну, может быть, я не знаю, или там что-нибудь поближе к нему. Вот как ему узнать, ну, вот он хочет пообщаться с кем-то. Это делается в Скайпе вообще, или это нужно живьем быть? Это делается в Скайпе. Значит, здесь там множество тонкостей, которые, может быть, сейчас не нужно полностью их выдавать в эфир. Значит, ответ такой. Многие мои коллеги работают в Скайпе. То есть успешно? Успешно. Я не работаю в Скайпе по ряду причин, которые не имеют отношения к эффективности метода. То есть это и мои разъезды, и занятость моя там с преподаванием и группами и так далее. То есть я в Скайпе не работаю. То есть мне в Скайпе стучаться не надо. Хорошо. Но коллеги мои работают в большом количестве. Все-таки я понимаю, что в каждом деле, значит, где тебе нужна помощь, принципиальный вопрос, даже не столько в методе, сколько, кто конкретно этот метод к тебе применяет лично. Это тоже важно. Вот я тоже делаю что-то такое, что ты можешь, конечно, пойти еще куда-то, но я лично тебе желаю успехов на этом сложном пути. Поэтому все-таки как найти человека, ну, есть какие-то пути? Вот не чтобы искать там где-нибудь, просто погуглить. А вот где-то вот такое место, где собираются специалисты, может, ассоциация какая-то есть, может быть. Ну, вот как выбрать грамотного? Ассоциаций, российской расстановочной ассоциации на настоящий момент нет, американской расстановочной ассоциации на настоящий момент нет, международная расстановочная ассоциация находится пока в таком очень зачаточном состоянии. Поэтому, ну, так, скажем, что ассоциации нет, немецкая есть, но это другой язык. Поэтому, значит, можно сделать что? Можно действительно просто погуглить, можно сходить на большие такие порталы, агрегаторы всех психологов, в том числе и сотни расстановщиков. Это такие порталы российские, как самопознание.ру, b17.ru и на русском языке название расстановщик.рф. То есть, это есть такие русскоязычные домены. И там на каждом из этих порталов не меньше трехсот расстановщиков. Ну, как бы... Где-то и тысячи. Триста расстановщиков. Они все хорошие или надо раздавать? Они все разные. Они все разные. И выбор расстановщик – это такое немножко мистическое занятие. То есть, к сожалению, к счастью, не знаю, ну, к сожалению, наверное, не срабатывают формальные критерии выбора. То есть, есть очень много опыта и моего, и опыта множества людей, что, например, если выбрать какого-то самого титулованного расстановщика, пойти к нему, то этот расстановщик может сделать чего-то такое, что будет очень неподходящим. Вот ему конкретно? Конкретно этому человеку. То есть, это вот такая встреча, которая... Это встреча двух душ, поэтому она не может описываться там стажем, сертификатами и... То есть, тонкая материя. Это тонкая материя, да. Это такая вот... Это как, знаете, как не всякий хороший художник, например, да, является там президентом Академии художеств, да. Есть художник, который там тихо пишет свои картины, да, и не имеет никаких титулов. Вот про расстановщиков так же. То есть, есть расстановщик, который тихо расставляет, вот в этом самом Шадринске, да, и не имеет никаких регалий. Поэтому моё предложение – не обращать внимания особенно на регалии, на какие-то формальные моменты, а очень обращать внимание на то, как бьётся сердце ваше, когда вы смотрите на этого расстановщика, как вам дышится, когда вы смотрите на этого расстановщика. И есть такой вопрос проверочный – стало ли тебе лучше или хуже, когда ты на него смотришь? Стало ли тебе свободнее или тебе как-то более стало тесно в теле? То есть можно загрузить с какого-нибудь интернет-сайта, скажем, страничку с десятком расстановщиков и так вот на них посмотреть, перебирать их лица, особенно если лица есть. И вдруг вы на кого-то смотрите, и смотрите, у вас что-то внутри распрямилось, опаньки. Смотрите, а там какой-то… вот буквально Вася Пупкин начал практику полгода назад. Идите к Васе, потому что в присутствии Васи у вас что-то расправляется. То есть какая-то ваша боль через союз с ним начинает двигаться и выходить. И это не купишь. Давайте я еще один вопрос задам. Как бы представляя себе зрителя, который, скажем, первый раз такое слышит, или как бы, может быть, не первый, но так как-то сумречное понимание. Первый вопрос, который человек себе задает, он говорит, ну вот хорошо, есть там что-то, может быть, действительно там какие-то вопросы можно решить, но есть ли какой-то риск, вот есть ли какие-то побочные, возможно, негативные воздействия. Вот я сейчас пойду там за хорошим, а уйду, не поймешь с чем. Есть какие-то вот вещи? Да, есть такие вещи. Я отвечаю так обычно. На расстановках мы встречаемся с жизнью, какой она есть, а не как мы ее представляем. И вот в этом риск. То есть мы неожиданно, например, ну, например, человек пришел, проблема с женой, например, да, поставили его и жену, и вдруг неожиданно становится видно, что его жена ему неинтересна, то есть он вообще смотрит куда-то в другую сторону. А человек уже с ней там 30 лет прошел. И сам этого не понимает. Ну, ему кажется, что все как-то там худо-бедно, не хуже, чем у других. И вдруг он видит, что он, например, все эти 30 лет хранит в душе образ другой девушки, с которой он расстался, когда был в армии, например. И вдруг эта боль вот неожиданно вот раз и открылась. То есть вот это такие внезапные, внезапное раскрытие души, оно, я не могу сказать, что это вредно. Вот, но сказать, что это легко и так вот, как бы, радужно, да, я это тоже сказать не могу. То есть иногда на расстановках бывают, открываются такие вот глубины, к которым человек, ну, не готов. То есть лучше бы не знать. Лучше бы не знать, лучше бы не обращать на это внимание. И особенно это часто бывает, когда у человека какой-нибудь простой бытовой запрос. Ну, что-нибудь типа, там, я не знаю, ругаюсь с соседом по дому, например. А потом раз, и вдруг выясняется, что вот этот вот сосед по дому, он, например, находится в резонансе с маминым любовником, например. То есть человек смотрит на этого соседа, а сам несет мамину историю о ее нелюбви к отцу и о любви к другому мужчине. То есть вот оно вот буквально так бывает. При том, что он не знал раньше о какой-то истории. Абсолютно, да. То есть вдруг вот, ну, человек думает, что вот там вот он не может там с соседом там лестничную площадку, значит, поделить, кто будет ее мыть, да. А эта история резонет куда-то в какие-то глубины совершенно вот абсолютно неожиданного свойства. То есть это история любви, история ненависти, история отвержения и так далее. То есть вот в этом, опять же, это не вред, но это не то, что это предупреждать надо. То есть я обычно в этом предупреждаю. То есть нет такого, что вот он был на расстановке, вошел в какое-то состояние и так, и в нем и остался, обратно не вышел. Такое тоже бывает. Но, значит, если человек мне об этом сообщил, то я ему помогу выйти. Если он мне, конечно, не сообщил об этом, а тихо мучается один там неделю или год, да, то, конечно, да, ну, да, ну, надо тогда возвращаться и просить помощи. Резонансы бывают цепкими, то есть они иногда хорошо цепляются. И человек, например, сидит на группе, да, и свою расстановку не просит, а там разыгрывается какая-то история, чья-то, чужая. Ну, предположим, там вот тоже история ревности, например. И у человека вдруг неожиданно вступает в него какой-то резонанс, который... С чужой историей. С чужой историей, которая, оказывается, на самом деле не такая уж чужая, а отчасти и своя. И как будто вот эта чужая история, как будто она подцепляет что-то свое и начинает это так вот дергать чуть-чуть. А это видно со стороны по нему? Мне это видно обычно. То есть я вижу, что какой-то человек вот так глядит на это, он сам, может, это не видит, да, но я вижу, что он прям вот весь вцепился в эту историю. И эта история, его, например, физически может быть видно, то есть он прям сидит и, знаете, как в кино сидят вот в экран, да, и тут тоже человек сидит и в эту расстановку, да, в него вцепился. Вот если человек в таком виде уйдет и ничего не скажет, то действительно в таком виде можно провести долго. Я обычно это вижу, я говорю, не хотите ли вы вот как-то это тоже вывести на свет, вот. Но иногда человек, ну, буквально там говорит, что я пошел в туалет, да, а сам сбежал. Я в таких случаях не догоняю, то есть я не звоню потом и не говорю, ты чего сбежал. Но я знаю, что есть случаи, когда человек скоропостижно сбегает, а потом, не знаю, год помнит эту расстановку. Вот я сейчас приехала, я была в прошлом году здесь, я приехала сейчас, и мне сообщили, например, что одна женщина посмотрела одну расстановку в прошлом году, и не может забыть ее год. И сейчас, спустя год, она хотела поговорить со мной. Ну, поговорили? Ну, поговорим. А, еще? Еще нет, но сейчас поговорим, да, скажу, может быть, даже сегодня. Ну, хорошо, ребят, я хочу поблагодарить Елену и тех из вас, кто дослушал, кто дослушал, ставит лайк там, значит, под видео. Вот, и, ну, я думаю, что если у вас появилась возможность задуматься, и как-то вам интересно было, то уже, в общем-то, мы достигли какой-то цели. То есть я не имел в виду, что кто-то посмотрит и скажет, да, у меня там проблемы, пойду быстро там решать это. Это надо дозреть, наверное, да, как по-всяком деле. Вот, но, ну, просто, чтобы вы так не шарахались, если где-то услышите. Вот, а если у кого-то какой-то такой протест внутренний возник, я думаю, они уже до этой точки не досмотрели. Они его выключили. Они обычно возмущаются, говорят, какие там слова есть. Я уже не помню, да, моя русская языка немножко хуже стал. Вот, так что, да, какие-то слова там говорят. Вот, и вот еще раз благодарим Елену, благодарим всех, кто с нами был все это время. И так у нас есть такая традиция, значит, вот я правой рукой, а вы левой рукой. Мы так вот и машем и говорим пока. Пока. Продолжение следует...